Всем привет! Каждый день команда Универ Ньюз готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я Диана Шилова и мы начинаем. Как получить грант от фонда фундаментальных исследований Российской Федерации? Новый метод в лечении травм спинного мозга. Ученые Казанского университета совместно с японскими специалистами запустили проект «Фантом мышцы». Фундаментальные исследования в области науки и поддержка молодых ученых – тема, которая не может обойтись без привлечения к себе внимания государства. Именно по этой причине еще с 1992 года в нашей стране существует Российский фонд фундаментальных исследований, выделяющий гранты ученым на конкурсной основе. Как это происходит и что необходимо сделать для участия в конкурсе – в нашем следующем сюжете. Российский фонд фундаментальных исследований – федеральное государственное бюджетное учреждение, находящееся в ведении правительства Российской Федерации. Основная цель работы фонда – поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе, направленной на построение новых отношений между учеными и государством. За время существования РФФИ обладателями его грантов неоднократно становились представители Казанского федерального университета. Во-первых, это хороший стимул, чтобы заниматься научной деятельностью. Во-первых, если есть грант, соответственно, нужно каждый год отчитываться и показывать результаты, то, что есть. Соответственно, здесь определенные средства выделяются по данному конкурсу. И, соответственно, это такой хороший стимул, чтобы заниматься научной деятельностью, писать статьи, выполнить расчеты и так далее. В условия любого конкурса грантов, как правило, входят тематические, финансовые, иногда возрастные ограничения, требования к составу коллективов и так далее. На первом этапе очень маленькую часть заявок снимают по формальному признаку, например, из-за ошибок в оформлении документов. Как я считаю, во-первых, многое зависит от названия проекта. Название должно быть максимально коротким и в то же время максимально информативным и понятным. Основное внимание нужно уделить своим задачам и целям. Они должны быть достижимыми и корректно сформулированными. И проект, он не должен быть оторванным от реальности. Соответственно, проект, когда заявка готовится, нужно всегда сравнивать с мировыми конкурентами то, что делал до этого. Чем получаемые в рамках данного проекта результаты, они будут отличаться от других. Ознакомиться со всеми активными конкурсами грантов РФФИ и подать заявку можно на их сайте www.rfbr.ru. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз. Прямо сейчас мы предлагаем вам посмотреть сюжет об исследовании, которое было разработано в рамках Российского фонда фундаментальных исследований. Новый метод лечения травм спинного мозга предложили использовать ученые из OpenLab генные клеточные технологии. Метод, разработанный биологами Казанского федерального университета, возможно, в скором времени станет настоящим прорывом в медицине. В чем суть метода, узнаешь в нашем сюжете. Ученые OpenLab генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ экспериментально доказали эффективность мезинхимных стволовых клеток, выделенных из жировой ткани, в регенерации восстановления поврежденного спинного мозга, без инъекций и дополнительных хирургических процедур. Обзор исследования на эту тему было не только опубликовано в журнале Neural Regeneration Research, но и попало на его обложку, что говорит о том, что это самая интересная статья в выпуске. В эксперименте мы используем разные способы доставки. Это может быть и инъекция непосредственно на спинной мозг, но одним из перспективных направлений мы считаем неинвазивную доставку стволовых клеток в область травмы в составе щебридного матрица. Человеческий спинной мозг выполняет функцию координатора работы органов и мышц. Через него информация ото всех частей тела поступает в головной мозг. Посредством спинного мозга человеческие органы общаются между собой и даже управляют друг другом. Поэтому спинная травма, как правило, оставляет за собой серьезные последствия. Большее количество травм спинного мозга на самом деле не связано с его разрывом, а связано с ушибом спинного мозга. Но этого достаточно, чтобы запустить патологические процессы. По результатам исследований КФУ для эффективного лечения достаточно нанести клетки на поврежденный участок в составе фибридного матрица, стандартного хирургического клея, который часто используется в медицине. Клетки в этом клее, в фибридном матрице, чувствуют себя как дома, вырабатывают различные факторы роста, которые стимулируют и рост новых когностных сосудов, питают и защищают нейроны спинного мозга от отмирания, снимают воспалительную реакцию, то есть по совокупности оказывают терапевтический лечебный эффект. Полученные результаты клеточной терапии травм спинного мозга открывают широкие возможности для лечения заболевания. Работа выполнена в рамках программы повышения конкурентоспособности «Пятьсто», участие в которой принимает Казанский федеральный университет и грант Российского фонда фундаментальных исследований. Диана Шилова, Универньюз. В Елабужском институте КФУ провели девятую уже традиционную универсиаду по обществу знаний, в которой смогли принять участие около 60 школьников с разных городов Татарстана. Подробности в нашем сюжете. В Елабужском институте КФУ прошла региональная универсиада по обществу знаний. Данное мероприятие стало традиционным для вуза, а в этом году оно стоялось уже в девятый раз. Проверили свои знания по предмету 60 обучающихся из различных районов Татарстана. Участники мероприятия получили возможность посетить мастер-класс доцента кафедры философии и сологии Елабужского института КФУ Александра Ильина. Педагоги узнали много интересного об информационной безопасности в современном мире. Целью данной олимпиады является популяризация общественно полезных знаний и формирование целостного гармоничного мировоззрения. Очень важно сформировать такие устойчивые ценности, которыми человек пользовался бы или которые бы сопровождали человека на протяжении всей жизни. Участники универсиады получили сертификаты и познакомились с Елабужским институтом КФУ. Результаты интеллектуального состязания станут известны в скором времени. Диана Шилова, Ильша Тахмадеев, Айдар Нурмиев, Универньюз. Ученые КФУ совместно с японскими специалистами запустили проект «Фантом мышцы». Целью является поиск способа избежать атрофии мышц. Подробнее о проекте в следующем сюжете. Научно-исследовательская лаборатория экстремальной биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с японским университетом РИКЕН изучает трансформации клеток человеческого организма после полета в космос. Одним из самых жестких и пока еще не до конца решенных вопросов является проблема влияния микрогравитации на организм. Во-первых, тяжелые тренировки, которые космонавты проводят на борту, они как раз призваны к тому, чтобы снизить проблему с потерей мышечной массы. Проект «Фантом мышцы» необходим для решения проблемы атрофии мышц в космосе. В нем ведется исследование влияния гравитации на мышцы млекопитающих. Один важный подпункт – это как раз влияние гравитации на мышцы человека. Уже более такой детальный общий подход, когда единовременно анализируются десятки мышц, в том числе от приматов, от человека, в том числе и от мышей и крыс. Работа по направлению проводится в коллаборации с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук. Для решения проблемы атрофии изучается множество скелетных мышц. У человека присутствует больше 600 типов скелетных мышц. И известно, что не все они одинаково реагируют на изменение гравитации. Результаты проекта будут использоваться не только в космических программах, но и в медицинских целях при атрофии мышц госпитализированных больных. Наша такая основная цель – это выявить механизм, а, соответственно, на основе него применить корректирующие механизмы, в том числе лекарственные подходы или генотерапевтические подходы, которые позволили бы заметить или вообще предотвратить мышечные изменения, связанные с госпитализацией и мобилизацией или космическими полетами. Артем Тупичкин, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых сверхновостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok